Приветствую вас. Если просто, если просто, то, на мой взгляд, ваши эмоции отключились в результате негативного опыта, связанного с болью, как правило, негативный опыт связан с болью. Боль, это чувство и, соответственно, если мы говорим о том, что боль нежелательна для человека, то вот мы приходим к тому, почему у вас отключились все чувства. То есть вы боитесь боли, по сути. Но боль, это опыт. Только это опыт не принятый вами, не интегрированный вами опыт. И его воспринимать вам тяжело. проще ничего не чувствовать, находиться в подобии, ну, в подобии статичности, и таким образом, значит, удерживать, так сказать, статус-кво. и, на мой взгляд, на мой взгляд, совершенно очевидно, что, именно в этом направлении вам нужно двигаться, то есть интегрировать опыт, который вы получили в результате отношений. Пускай и такой, достаточно негативный. это болезненно, это тяжело, вы этого делать сейчас боитесь, вы это делать сейчас боитесь, потому что вам страшно, вам опасно, кажется так, кажется так. и... вам нужна помощь, в этом. И я думаю, что этим помощникам и могут послужить, например, эм... стихолог. Чтобы вам, крат-таки, было легче интегрировать в себя этот опыт. Стать, может быть, более... цельной, более... целостной. И, тем самым, не бояться своих сил. А пока что, именно это происходит. Пока что, именно это происходит. Пока что, именно вы... и... боитесь своих чувств, вы боитесь своих эмоций. И поэтому их отключили, потому что они приносят боль. и... тут, конечно, можно и даже нужно анализировать опыт взаимодействие взаимодействие с мужчинами. Ваш... потому что... это очень... важная история. как вы выстраиваете отношения... с... мужчинами. как именно вы это делаете. как именно вы это делаете. что именно вы делаете. вот... вот... то есть это... ну... это можно и нужно... корректировать. вот... можно и нужно это исследовать. для... того, чтобы... обязать помочь вам... стать более целостной. вы пишете, после нескольких неудачных романов, кажется, что органы чувств отключили. здесь вот... хочется... спросить вам... вот вы пишете, после нескольких неудачных романов, чувств отключили. а как вы... э... ну... как вы воспринимаете, как вы... как вы... оцениваете... что этот... этот роман... удачный, а этот роман неудачный. как... как... как вас получается это... оценить... на мой... на мой взгляд это... очень субъективно. очень субъективно пытаться оценивать... э... роман... успешность романа. если вы... если вы... от романа для себя не получили... например... того, что хотели... вы... того, что вам было нужно... это один вопрос... к успешности или неуспешности романа... отношения это не имеет... никакого. Поэтому мне бы очень хотелось... чтобы вы... учитывали... данную историю... э... при... вот... формировании, например... своей... своей... позиции... при формировании своей... эм... точки зрения на это. Да... могут... могут быть разочарования... безусловно... разочарования, безусловно, могут быть... но... как я уже сказал... к... неудачам... именно к неудачам... это отношение не имеет... на... на мой взгляд... опять же... на мой взгляд... э... почему? потому что неудачи... это... это оценка некого... желаемого результата... который... которого вы... в отношениях... не обязаны достичь... вот... э... разочарования... э... это... ваши ожидания... которые... как я надеюсь, вы поняли из... моего ответа... совершенно не должны были... сбываться... вот... тут, конечно, вопрос... возникает о том... для чего вы... э... 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 в отношения вступали... зачем вам были отношения... зачем... э... зачем... для чего... ради чего вы... э... 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 к мужчинам... а в романе... вот... то есть... ну... как... как вы... э... э... условно говоря... э... э... воспринимали... мужчин... самое что... э... э... это важный момент... э... 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 воспринимали ли вы... ли вы... мужчин... безусловно... э... или... вы... воспринимали мужчин... в контексте... своих... желаний... определенных... э... э... были ли у вас... э... 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 в одно в одно тело личности вашей личности я думаю ситуация будет гораздо более ясна вам и более понятно пока что я даю себе отсчет что мир отношений кажется вам чем то страшным болезненным неопределенным и вы знаете от счастья это так и есть но скажем так для мира отношений это нормально нормально быть таким неопределенным непонятным непонятным неопределенным понимаете поэтому возможно я повторюсь это только предположение возможно что что ваш разум всегда старался доминировать над чувствами чувствами ну возможно именно это и стал причиной синдром у удара неопределенным выращает это в виде, например, обвинений, в виде, например, требований, в виде, например, каких-то указаний и так далее. Вот. Поэтому я хорошо вас понимаю в том, что вы говорите, и предлагаю научиться не более адекватно строить отношения с мужчинами, потому что в отношениях вы все равно будете совершать ошибки и какие-то вещи будут происходить не совсем по вашему желанию, но относиться к этому по-другому, к ошибкам, к неудачам, по-другому относиться к боли, по-другому относиться к своим желаниям, может быть. В этом мне видится задача психолога, и если вы согласны с утверждением о том, что уникальных, универсальных способов «включить» в кавычках свои чувства нет, то я думаю, что вы выберете себе специалиста, который вам придется подышать, и поработаете с ним на предмет выражения и реализации твоих чувств. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, просто нужно немножечко терпения, нужно немножечко спонтанности, и все получится. Можете в этом быть уверены. Ну а на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезным. Я надеюсь, что что-то новое вы для себя из моего ответа извлечете. А даже если и нет, то я надеюсь, что все равно теперь вы увидели несколько более яснее для себя то, что вам нужно сделать для обретения гармонии. Заметьте, свои гармонии, не гармонии в отношениях, нет. Про это никто не говорит ни слова. На гармонии в отношениях строят два человека. Ваша задача, наша задача, нарушить вас жить в гармонии самостоятельно с самой. И тогда, я думаю, и не только я так думаю, у вас будет все хорошо. По крайней мере, вы увидите результаты этого. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов в освоении интересного мира своих эмоций, своих чувств. Я желаю вам дальше, я желаю вам всего самого доброго еще раз, и будем на следы. Субтитры создавал DimaTorzok